всем привет всем привет вы на канале семья багдасарян в этом обзорчики сковородки в общем мы зашли в магазин посуды в два магазина не сдержались и купили себе очень хорошую качественную посуду нереально крутую number one в мире нет не совсем почему я решил потратиться на это все дело потому что меня так запарила так достала вот это вот вся история не царапай сковородку не трогай сковородку больше не царапай сковородку я купил короче сковородку которую можно царапать сколько хочешь и никто ничего больше сказать не сможет вообще сковородкой можно делать все да вот короче фирма цена просто обалдеть какая вот эта сковорода стоит 18000 вот вы упали уже со стула я подожду чуть-чуть чтобы встали сели все сели нормально все инфарктов там инсультов ничего нет вот можете проматерить чуть-чуть еще можете комментарии написано подождем да чуть-чуть пускай матерятся типа вы совсем там да вы тысяч сковородка до 18000 рубликов пять лет гарантии вот такая вот фирма вот как она называется как правильно читается эта фирма что-то не знаю честно вот запоминайте вот этот значок можно ее использовать газ электро газ керамик индукция везде 28 сантиметров получается вот так открываем это все дело так вот так вот вроде открывается так делается это такая чисто мужская сковородка да тут блин запутанная история можешь распутать эту запутанную историю здесь видите профессиональное это все дело даже документы есть короче в чем тут суть заключается это у нас германия вот немцы делают вот такие вот сковородки это очень высокое качество вот достаточно тяжелая на ней ничего не пригорает здесь специальная поверхность которую можно царапать блин сколько влезет там нам вот этот продавец подошел взял в металлическую ну типа ножа и начал царапать показал что вообще пофиг сразу отпала туда мысль а царапается царапается и вот эта вот вся история короче смотрите сковорода которую хватит нам на ближайшие ну наверно тысячи лет до старости вижу потому что меня лично заколебала вот эта вся история покупаешь вот эти все тефали мы сейчас вот эти все сковородки собрали какие были дома они все там ободранные внутри вот это стали кушать тифаль тифаль кушать уже устали да вот это все вот эту поверхность съели уже внутри все эти химикаты потом почитали что от этого вообще рак ну как бы к раку может привести когда вывод начинает сковородка царапаете вот эту поверхность но шарка и вот эту поверхность начинаете вот эту съедать покрытие возможно в других странах не кушают когда вы уже отпадает 2-3 месяца но они чуть попользоваться выкинули а нам как бы в россии стоит у нас она дорого стоит и мы думаем что мы же столько денег отдали там 6000 там 5000 рублей и ладно тефлон поедим чуть-чуть да и тянем с этими сковородками тянем они там вот это все лезет мы все это едим она не легкая и не тяжелая то есть она такая средняя ну вот я переживала что она будет очень тяжелая но нет не сказала бы так что мы наши сковородки выкинули все собрали просто и нафиг у нас осталась одна сковорода тоже недорого мы купили там же в этом магазине и мы к ним же зашли нет брали до едой да в общем у нас одна сковорода и и нам ее оказалось мало и эдгар как раз таки воспользовался моментом и купил проходили давай посмотрим что там есть в итоге я думаю не буду больше покупать вот эти все тефали по тысячу раз куплю одно железно на всю жизнь на всю жизнь и тут специально можете почитать про эту компанию это какая-то навороченная немецкая фирма и также этой же фирмы мы взяли блиницу да да это мы чуть-чуть это разошлись да она стоит тоже не мать 11000 еще раз можете упасть со стула ну нам сказали тоже с ней ничего много лет не будет мы поверили нас развели как могли мы повелись очень любим мы их часто готовим особенно зимой у нас еще и деревенское молоко нам привозят и вот посмотрите какая сковородочка у меня есть одна блинница мне она очень нравится и так как мы делаем много блинов мне легче побыстрее тем более сейчас у нас будет ребенок маленький легче на двух сковородах быстренько на печь и все чтобы она тоже нелегкая но и не слишком тяжелая такая достаточно толстенькая борта вот есть глубина есть диаметр вот мы короче посмотрели там она включила обзор показал в общем тут суть какая вот этой блинницы это когда вы я думаю что все вы покупали вот эти блины с начинкой когда подходите там человек вот такой палочкой наливает но него там стоит оборудование он наливает что там делать смесь это тесто тесто да и вот так вот палочка делает тоненький блинчик туда заворачивать туда потом заворачиваете какие-то начинки в общем делайте блины и они у них эти блины они стоят разговаривают начинку ложат если на обычной сковородке вы будете так делать у вас блин уже блин 10 раз сгорит вот они никуда не торопится я всегда смотрел думал блин чувак у тебя сейчас блин сгорит ты чё а он пофигу делает вот получается суть знаете в чем тут достаточная такая толщина система вот это что это нагревается но не дает сгореть в обычной сковородке у вас все быстро накаливается и надо быстро быстро сделать куда бежать вечно вот у нас жизнь такая куда там вот бежим поэтому я олегу и давай вот если даже ты не захочешь так вот как бы стоять медленно делать пусть дочка потихонечку делает и если она будет чуть-чуть медлить у нее это все не сгорит оригинально или забавала что вот такие лопаточки я переживала что на такой сковородке пекутся только тонкие блины но продавец меня прямо это там борта есть мы будем отрезать сейчас мы не будем вам говорить она хорошая или плохая не знаю и вот мне продавец сказал то что я говорю мы любим такие блины как панкейки делать вот здесь только получится потому что борты маленькие пропекется ли он такой да все супер там видеоролики там все смотрели говорит все печется хорошо то есть это не только для тонких блинов и тогда я уже собрать даже яичницу можно сделать посмотреть если она прикольно делает яичницу я вот на блинец и сотня тебе дело на другой вот ну вот на ней тоже посмотрим что можно сделать да будем тестировать и все это проговаривать в наших видеороликах во влогах будем говорить нравится что нравится что не нравится в общем смотрите ну и так как мы пришли сюда психанули купили потратили столько денег сколько это мы отдали 18 плюс 11 там чек есть этот чек до 20 наверно до 29 ничего себе ну чё ты хотела а ну да 18 дали 29 можете опять материться я сам сейчас буду на себя материться блин просто психанул это это же всю жизнь будешь что сказал пользоваться конечно вот так что не будешь ты на себя материться можешь себе позволить если можешь значит пользуйся и нам в подарок дали вот такую вот плойку вообще очень приятно что как бы покупаешь продукцию тебе еще и подарок дают и мы с дочкой как раз разговаривали она говорит хочу плойку вот именно как раз что-то наподобие этого и мы получили то что мы хотели он сказал что такая плойка 4000 стоит да в общем подарок он кстати вообще-то мы просто сковородку одну хотели купить мы даже не знали мы когда уже оплатили он уже потом достает а это вам подарок это было так классно но это прикольно то что они оценили что мы у них потратились и еще второй раз приходили еще собираются потом приходить и они говорят вот ребята вам подарочек такая вот плойка сейчас сразу ее посмотрим так интересно сделали здесь смотри какая сковородка 18 ты будешь плойку показывать не царапается поверхность поверь не царапается немецкое производство номер один по сковородкам металл специально отлиты никогда в жизни она ну так сказать не сломается да прям очень что не необычная сковородка легома такая мощно чувствуется из металл только прям мощный здоровый да все на ней можно четко жарить это лучше сковородка может сказать а это для блинов ты тоже фирма тоже не царапается не знание но это более такой потрогай нет это царапается но тоже хорошая поверхность которая ну минимум будет царапаться это 11000 стоит вот ты будешь показывать плойка такая вот тонкая насадка для афрокудрей сейчас это очень важно важно модно афрокудри и вот такая вот еще гофре тоже мелкая гофре кто-то довольны да я довольна что дочка довольно будет этого сковородки купили вот эти две сковородки купили плойку за 4000 нам дали в подарок также мы еще зашли вот в такой магазин вот эти сразу покажи что и потом там уже тут тоже магазин написан тоже там магазинчик есть прикольно у нас вот такие вот штуки 169 рублей стоит загильдывайте в морозилку они охлаждаются и вы можете это все дело добавлять потом себе в эту воду охлаждать как называется ледяные кубики да это пищевой силикон пищевой силикон да прикольно вот охлаждаются естественно помыть надо их потом в морозилку там вот и замерзает вам закидываешь себе воду и у тебя это вода охлаждается такая прикольно типа для девчонок для пацанов сделано вот все-таки в метр нужно будет купить вот такие вот ткани в этом что они 200 300 рублей штучки стоят вот так вот ложись чтобы сковородку на сковородку и не за мысли сковородки штуку какую-то вот такую вот штуку приобрели для хлеба эдгар выпекает сейчас у нас хлеб вкусное покажем сначала распакуем потом он там распакует давай вот здесь у нас видите в какой в этот временно но постоянно уже превратила на все что временно то постоянно это у нас который микроволновку закидывает штука закрывается тарелочку хлеб и получилось вот такая вот история и так это все и продолжает свое движение да вот и мы увидели вот такую вот штуку мне показалось она очень симпатичный доставай и когда это на 2 200 2 200 и когда мы еще но вот меня всегда смущала вот эта вот верхняя часть я думала что она будет стеклянная и очень легко разбить и это как бы ну небезопасно а тут оказалось что это пластик и она очень легкая крышка нужно будет вот эту штучку сюда привинтить давай сразу открываем так но это нужно будет это сделаю потом подкрыть и смотрится это как будто бы это не пластик стекло на стекло похоже надо будет полоснуть да очень удобно что здесь прям можно еще и хлеб порезать да да как доска здесь вот эти крошки задерживаются по бокам чтобы не разлетались отвертку надо нас отвертка далеко нет ну ладно давай поставим так чуть-чуть еще попробуем вот это вот пластиковая штука ну суть понятна короче вот так и сверху вот этот панпончик вот мне кажется смотрится намного симпатичнее чем вот это вот да как вы думаете убери что круче вообще нормально да ну да приятно давай вот так вот сделаем поставь это один хлеб положа хлеб сюда положу кусочек хлеба . один ну допустим один остался ну как-то хочется скушать экспорат фильмах и есть же типа там спускается сверху в банке чтобы своровать до лазером тут пробивает это последний кусочек хлеба на планете земля все стоит миллион долларов лот номер один кусочек хлеба с планеты земля вот так я думаю теперь смотрится очень круто цивильно покруче чем вот это наверно да да и еще белая тарелка его там вот когда крошки вот это вот все ну как-то не крошки даже здесь на деревянном крошки не так будут выделяться и хлеб как-то он сочнее смотрится такой желтенький до белом цвете как-то хлеб более такой знаешь естественно природно то что вот дерево хлеб и сверху да вот это то что такое хорошего качества пластик укажет что стекло все потому что если это стеклянная но это один раз ошибка и все тут все будет стекле а так пластиковая штучка здесь как бы с виду как есть вот открываешь так а тут как будто аквариум объемный 3d хлеб получается да точно это старая система короче смотрите это очень круто и через тот пластик когда смотришь хлеб кажется не свежим как будто хлеб тухлый да и тусклый тухлый а здесь такой прям кусочек но нет если тухло он будет смотреть как тухлый вот так да такие вот у нас покупочки я очень рада пишите нравится вам так такая идея на столе чтобы стояла а кстати кто-то может сказать что вот в таком виде ну типа хлеб на доске как-то что-то не то и мне уже так один человек сказал не буду говорить кто но мне кажется что это очень даже как-то мило и аппетитно все всем пока